И еще о сегодняшних детских праздничных впечатлениях. Узнать, как работают самолеты и первый раз почувствовать себя в роли пассажира воздушного судна смогли сегодня 30 ребятишек из Унгенского района. В честь праздника Министерство транспорта устроило им экскурсию по Кишиневскому аэропорту. Детям показали самый популярный пассажирский самолет советского периода Ту-134 и современное судно, которое каждый день летает в разные страны. Дети к полету были готовы еще до того, как прибыли на территорию аэропорта. Это было их первое знакомство с железными птицами. Но некоторые давно мечтают о небе. Я хочу стать стюардессой. Я хочу полететь в Италию и Германию. Детям показали современный самолет, который только что прибыл из Анталии. Удалось маленьким посетителям заглянуть и в кабину пилота. Впрочем, началась экскурсия с историей самого популярного самолета времен СССР Ту-134. Таких в авиапарке «Эйр Молдова» больше 10 штук. В будущем на их основе компания планирует создать музей под открытым небом. Посмотрели, сколько стоимости всего этого и сколько затрат требуется для того, чтобы их утилизировать или их использовать. И лучше всего их использовать в скором будущем, я думаю, лет через полтора-два. Пока же такие самолёты удаётся увидеть только по приглашению Министерства транспорта. Сегодня его получили 30 детей из социально уязвимых семей из Умгенского района. С подобной инициативой мы также приходили и в августе. Экскурсии, организованные для детей, у которых нет возможности летать, и лучше узнать этот тип транспорта. Не очень понравилось. Я увидела разные самолёты. Более новые, те, что постареи. Хочешь полететь на самолёте? Нет, я боюсь высоты. Детям также раздали подарки, шарики и футболки. Экскурсии остались довольны все.